Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, и в первой части мы поговорим о боярышнике, о его целебных свойствах, а во второй части данного видео вы узнаете основные методы его приготовления и применения. Латинское название боярышника кротегус происходит от греческого слова кротеос, что означает крепкий или сильный. В XIX веке боярышник был признан ценнейшим научным открытием в области лекарственных средств, поскольку там, где другие препараты были бессильны, различные варианты применения боярышника способствовали выздоровлению человеческого организма. Благодаря комплексу биологически активных соединений, которые находятся в листьях, в плодах и в цветках боярышника, его используют в качестве лекарственного сырья для приготовления различных препаратов. Известно более 90 видов дикорастущего боярышника, около такого же количества культурных видов боярышника. 12 видов боярышника разрешены к использованию в качестве лекарственного сырья. В Беларуси произрастают и используются три вида боярышника. Это боярышник кроваво-красный, боярышник колючий и боярышник отогнутой чаши листиковый, которые различаются по своему химическому составу. Каким же образом боярышник воздействует на организм? В первую очередь это кардиотоническое воздействие. Когда биологические соединения боярышника усиливают сокращение миокарда, снижают его возбудимость, таким образом проходит аритмия, тахикардия и иные расстройства сердечного ритма. Также соединение боярышника избирательно расширяет сосуды сердца и головного мозга, блокирует сосудосуживающие агенты, в результате чего нормализуется артериальное давление, если оно было повышено, оно снижается, проходит в боль в сердце и уходит в головокружение. По единогласному заключению американских и европейских ученых, боярышник можно принимать регулярно на протяжении многих лет, поскольку в организме не происходит кумуляция биологически активных веществ данного плода. Иными словами, эти вещества не откладываются в нашем организме, но употреблять боярышник следует дозированным. У боярышника можно употреблять цветки, плоды и листья. Из цветков можно готовить чай из расчета 1 столовая ложка цветов боярышника плюс 1 столовая ложка обычного листового чая. Завариваем заварники и употребляем. Также можно готовить настойку из расчета 2 столовые ложки на стакан горячей воды. Настаиваем в течение 2 часов и употребляем в районе четверти стакана перед едой не более 3 раз в день. Из плодов боярышника можно готовить чай из расчета 3 столовые ложки на пол-литра воды. Настаиваем с использованием горячей воды в течение получаса-часа и пьем этот чай. Также можно изготавливать отвар из боярышника, 300-400 граммов плодов боярышника на литр воды. Все это ставим на медленный огонь и томим до закипания. Настаиваем на протяжении нескольких часов и употребляем также дозированно из расчета четверть стакана перед едой. Также плоды боярышника годятся для приготовления всем известной спиртовой настойки из расчета 2 столовые ложки ягод на стакан хорошей водки. Все это настаиваем на протяжении 1-2 недель. Для того, чтобы ускорить время приготовления спиртовой настойки, можно не настаивать в течение 2 недель, а подогреть водку до 50-60 градусов и настаивать в течение 1-2 дней. И этот настой будет также готов к употреблению. Любой спиртовой настой боярышника следует употреблять из расчета 20-30 капель перед едой. Также из боярышника можно приготовить вкусное варенье. Из расчета 2 части ягод боярышника, 1 часть сахара, все это предварительно настоять, затем довести до кипения, охладить в течение последующих 12 часов и повторять процедуру нагревания, кипячения и охлаждения несколько раз. После чего варенье закупорить в банке и употреблять как лекарство за полчаса до еды или через час после еды из расчета 1 столовая ложка. Листья боярышника можно использовать в качестве составного компонента травяных чаев из расчета 1 столовая ложка на пол-литра жидкости. Также можно приготовить отвар из расчета 5 столовых ложек измельченных листьев на 1 литр кипятка и затем этот отвар добавлять в ванну, в результате чего будет уходить усталость и происходить обновление кожных покровов нашего организма. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь на канале Процветок, поддерживайте свой иммунитет различными настоями, отварами и чаями из плодов боярышника. Всего доброго, до новых встреч!